Продолжаем изучать историю Великой Отечественной войны Советского Союза. Накануне войны. Глава первая. Развязывание империалистами Второй мировой войны. И раздел второй. Начало Второй мировой войны. Лекция 3. Французский народ, несмотря на поражение, в жесткий фашистский террор не был сломан. В то время, как буржуазия так позорно предала интересы своей страны, Коммунистическая партия Франции признала трудящихся к свержению ПТНовского режима и борьбе против оккупантов. Никогда столь великий народ, как наш, говорилось в манифесте Компартии, в Беликубном, 10 июля 1940 года, не будет народом-рабом. Франция с ее славным прошлым не станет на колени. Манифест призывал к созданию широкого фронта борьбы за свободу, независимость и возрождение Франции. Коммунисты стали организовать боевые группы. Это явилось началом движения сопротивления французского народа. Таким образом, первые месяцы войны ознаменовались большими успехами фашистской Германии. Почти вся Западная Европа оказалась под ее пятой. Опиенные легкими победами, гитлеровцы мечтали об установлении нового порядка во всем мире. Новый порядок, введенный гитлеровцами в захваченных государствах, означал ликвидацию их независимости, беспощадное социальное и национальное угнетение трудящихся. Особенно жестокую политику проводили оккупанты в славянских странах, где не физически уничтожали миллионы людей. Нацисты рассчитывали таким путем запугать народные массы, поставить их на колени. Но они жестоко просчитались. Народы Польши, Чехословакии, а также Франции, Бельгии, Голландии, Норвегии, ставшие жертвой фашистской агрессии, не покорились. Во всех этих странах мужественные патриоты поднялись на борьбу против иноземных захватчиков. Движение сопротивления, развернувшееся в оккупированных государствах, явилось во Второй мировой войне составной частью великой битвы между силами демократии и силами реакции фашизма. Возникновение движения сопротивления было исторически закономерным. Оно выражало протест широких народных масс против фашистского нового порядка. Поскольку часть крупной буржуазии и помещиков в оккупированных странах встала на путь сотрудничества с захватчиками, движение сопротивления было направлено также против внутренней реакции. Вдохновителями и организаторами национально-освободительной борьбы были коммунистические рабочие партии. Они поднимали массы на священную войну против фашистского ига, за национальную независимость своих стран, за их свободу. Движение сопротивления носило вообще демократический характер. В ликвидации фашизма были заинтересованы рабочий класс, крестьянство, прогрессивная интеллигенция и значительная часть буржуазии, то есть абсолютное большинство наций. Правильная политика и тактика компартии, сотрудничавших с непролетарскими организациями, привела к тому, что в ряде оккупированных стран создавались условия для образования единого антифашистского фронта. Борьбу против фашизма коммунистические партии тесно связывались с борьбой за социальное освобождение трудящихся, борьба с водолюбливых народов сыграла последующим важную роль в достижении окончательной победы над фашизмом. Разразившаяся Вторая мировой война по происхождению была войной как империалистической. Ее виновники – империалисты всех стран, сама система капиталистического системы. Ответственность за непосредственное развитие войны ложится на фашистские государства во главе с Германией, на ее правящих кругах. По своему характеру Вторая мировая война – явление сложное. В отличие от Первой мировой войны, она возникла и проходила в условиях общего кризиса капитализма, когда уже существовало могучее социалистическое государство – Советский Союз. Если в Первой мировой войне нашли свое выражение лишь противоречия между соперничавшими империалистическими державами, то Вторая мировая война явилась выражением двух групп противоречий. Во-первых, между двумя капиталистическими коалициями, и во-вторых, между капиталистическим миром в целом и Советским социалистическим государством. Определяя характеры войны, следует сходить из указаний Владимира Ленина о том, что война – есть продолжение политики другими насильственными средствами. Всякая война, подчеркнув Владимир Ленин, нераздельно связана с тем политическим строем, из которого она вытекает. Ту самую политику, в которой известна держава, известный класс внутри этой державы, ввел в течение долгого времени перед войной, неизбежно и неминуемо этот самый класс продолжает во время войны, переменив только форму действий. Государства фашистского блока – Германия, Италия, Япония – преследовали в войне грабительские и империстические цели. Они стремились поработить другие государства и народы, уничтожить социализм и демократию, подавить революционные национально-освободительные движения, устранить империалистических соперников и установить свое мировое господство. Поэтому война со стороны фашистских государств носила империалистический характер. Англия и Франция, вступившие в войну против Германии в 1939 году, также преследовали империалистические цели. Они рассчитывали сохранить и укрепить свои позиции колонавиальных держав и ослабить конкурентов – Германию, Италию, Японию. Но западные державы не ставили задачи уничтожить фашизм. Наоборот, они хотели использовать фашистские государства для борьбы против Советского Союза и ликвидации революционных и демократических движений в Европе, национально-освободительного движения в странах Угнетеонного Востока. Поэтому война между Германией с одной стороны, Англией и Францией с другой на первом этапе носила с обеих сторон периодистический характер. Наряду с этим, само начало в ней было налицо тенденции войны справедливой и освободительной. Так польский народ, боролся за свою независимость, вел войну освободительную. А не фашистскую и освободительную войну вели и народы других оккупированных стран. В первое время эти тенденции не могли еще существенно влиять на ход военных действий, на характер войны. Но со второй половины 1949-1940 года освободительные тенденции усиливаются. Война против фашистской Германии начинает в целом приобретать справедливый освободительный характер. После тяжелых поражений, нанесенных западными державами, меняются позиции английского правительства. Англия оказалась перед реальной опасностью траты государственной самостоятельности. Возросла решимость народных масс этой страны дать отпор фашизму. Английские правящие круги были вынуждены изменить свою обанкротившуюся политику и начать борьбу против фашистских эгресов. Вступление в войну Советского Союза в результате нападения на него Гитлерцкая Германия являлась главным фактором, которое определило окончательные изменения ее характера. Справедливые цели войны СССР и ее упорная вооруженная борьба против захватчиков приумножили силы движения сопротивления в оккупированных странах. Усилилось давление народных масс на правительство буржуазно-демократических государств. Правящие круги Англии и США, сохранив во многом враждебные отношения к СССР, вынуждены были в главном ведении войны против фашистской Германии, Италии и ее союзников, выступить с Советским Союзом в единый фронт. Так Вторая мировая война превратилась со стороны противостоящей Германии сил в войну антифашистскую и справедливую.